Всем привет, дорогие парфюманьяки, парфюмлебители! Меня зовут Настя Балахнина, и это парфюмерный канал Андрей Соль. Ой, слушайте, не могу, от рубашки так пахнет Энджел Матмюглер. Я что-то вот немножко так вот ушла в запой на два дня с моим отливантом. Как же он красив летом в жару! Потрясающий фруктовый шипр! Я даже не могу сказать точно, чем это пахнет, потому что кто-то слышит там персик, такой персиковый шипр, кто-то даже манго, кто-то вроде меня слышал там манго. Но это просто такая классная атмосферная винтажно-фруктовая композиция, потому что, конечно, если мы будем сравнивать с современными фруктовыми ароматами, то это, конечно же, винтаж. Тема сегодняшнего видео иная. Мы сегодня будем говорить не про Энджел, хотя можно было бы вообще поговорить про бренд Мюглер, про звездочки и как вообще вся эта история повлияла на фруктовую группу ароматов в парфюмерии. Сегодня мы поговорим про вторые шансы в нашей жизни не в контексте людей, в контексте ароматов. Я удивлена, что очень популярным оказалось видео, которое называется «Любовь с первого взгляда», ароматы, в которых влюбилась вот так вот с первого вдоха, и все, и пошла с ними вот в коробочке, в корзиночке демо, как красная шапочка с пирожками. Сегодня мы поговорим про ароматы, которым я решила дать второй шанс, и у нас случилась искра, у нас случился мэдж. Это не выдуманная история, это абсолютная правда, иначе зачем мне это все-то снимать? Да, вот каждое видео на моем канале, конечно, я стараюсь, стараюсь соответствовать трендам, потому что мне безумно грустно от того, что популярные видео с кликабельными названиями, то есть если ты хочешь снять какую-то очень узкую линию или какие-то истории, или, возможно, какие-то даже хитросплетения, связанные с музыкой, с кино, с литературой, как будто бы это будет не так востребовано, и ты просто потрачешь на это время. Но я подумаю об этом. Вот сейчас я буквально в ближайший месяц буду снимать видео, которые у меня ставят флаконы по группам, и флаконы, и какие-то отливанты по группам сформированные. Вот я все эти темы отсниму для вас, а уже потом, возможно, буду креативить. Но мне нужна ваша обратная связь, обязательно напишите в комментариях, будет ли вам интересен парфюмерный креатив, потому что все-таки у нас единственный парфюмерно-музыкальный канал на ютубе. Ну что ж, начнем историю. Как же так получилось, что вот я взяла этот аромат впервые, и он мне абсолютно не понравился, а потом сделала второй заход, и вот с такими эмоциями, вот проверила, есть ли деньги на карте, и купила, и пошла. Аромат номер один. Начнем с моей любимки, поэма от Lancome. Ой, господи. Не то, чтобы он мне не понравился с первого раза, я боялась даже к нему подходить. Долгое время я боялась вот этот вот старый люкс, вот это вот что-то такое винтажное, что-то какие-то странные, вот эти вот на низкой полочке, точнее на нижней полочке стоят в магазинах что-то, наверное, вонючее, неинтересное. Наверное, я не знаю, кому это нравится. И я помню, когда-то я даже, по-моему, еще до какого-то сильного увлечения, погружения в парфюмерию подошла к этому аромату. Кажется, это был Ревгош, мне кажется, да, в Волгограде, либо Ильдебате, либо Ревгош. Я подошла вот так вот, сделала, фу, бабушкой пахнет, ну, вот это вот молодое сознание, ничего не понимающее, да, ни в людях, ни в ароматах, ни в жизни. А потом, вот уже когда вот и закрутилась вот эта вот карусель, попала я в воронку парфюмерии, вот это случилось просто как в кино. Я помню, это было золотое, нет, золотое яблоко, нет, где же это было? Я забыла, по-моему, это не было золотое, не суть важна, место встречи. Я помню, что это было вот так вот, я прямо вот как сейчас помню. Это значит, стоит вот так вот на низкой полочке, как обычно, я думаю, красивый флакон, еще так красиво, у меня было какое-то музыкальное, литературное настроение, поэмы, думаю, боже мой, но не может аромат с таким названием плохо звучать. Я вот так вот снимаю флакон, делаю вдох, думаю, что это за красота? Я нанесла себе на запястье, я просто чуть в оборок не упала, я тут же заказала себе с промокодиками тридцатку, я помню, это что-то три тысячи рублей, что ли, было. Но просто я потеряла до речи, думаю, боже мой, какое богатство аромата! Вот если это не духи, то что тогда духи? Вот когда я вообще столкнулась вот с моим триптихом, вот сейчас нужно, чтобы синема ко мне попала в коллекцию, я буду спокойна. Когда вот я вот попробовала поэму, потом органзу, потом синему, я сейчас хочу себе синему, я повторила её тридцать раз, говорю, когда, Настя, ты это уже купишь? Но я просто решила, что я хочу приурочить синему к своему юбилею, если кто-то из моих друзей и семьи мне не подарит синему, то я подарю её сама себе, вот. И у меня будет триптих моих любимых люксовых винтажек. Ну это потрясающие жёлтые цветы, и это прям, знаете, вот это аромат для меня до слёз. Вот если бывают такие ароматы, что ты вдыхаешь, и просто, вот просто слёзы на глазах наворачиваются, я не могу ничего себе поделать, вот настолько он атмосферный, он переносит меня куда-то в счастливое детство. Хотя никто из моих взрослых знакомых, маму, её подруг, как будто бы ничем таким не пахнет, но, возможно, вот так вот, так пахло, да, я поняла, что мне это напоминает, так пахла моя квартира, когда к маме приходили её друзья на юбилеи, на какие-то праздники, когда приходили подружки маминой, все в духах в разных, и вот это вот слияние цветочных, вот этих вот пудровых, разных мускусных ароматов вот того времени, 90-х нулевых, вот рождало вот это ощущение счастья, праздника, что сейчас мы будем смеяться, они будут чокаться бокалами с шампанским, будет торт, будут свечки, будет потом дискотека, будут мамины подружки, которые будут петь на пианино, я буду им подпевать, да, вот, о боже, ну это просто такая-то машина времени, я ни за что не хочу, чтобы этот аромат заканчивался, и он не закончится, даже если он когда-то закончится, я достану себе флакон, и у меня будет ещё один, просто мне безумно нравится, точнее, это, по-моему, не тридцатка, это кажется, нет, это, наверное, тридцатка, потому что вот мне не нравится, как выглядит вот 90-100-миллилитровый большой флакон, вот эта вот малютка, просто прелесть, мам, если ты смотришь это видео, ты смотришь это видео, мне кажется, тебе это надо, хотя, не уверен, может быть, тебе всё-таки это и не понравится, может, это только моя ассоциация, пойдём по нарастающей, как это примерно попадало ко мне, в коллекцию, Том Форд, Вельветовая Орхидея, чтобы вы понимали, я купила этот аромат просто на сейлах, вот просто на скидках в золотом яблоке, я не знала, как он пахнет, точнее, я что-то тестила, думаю, какая-то ерунда вообще, куплю просто, чтобы было, вот у меня был такой период, когда я вот покупала аромат, чтобы был вот на скидках каких-то, думаю, оторву, потом буду хвастаться, что аромат сняли, или его нет в доступе, а у меня есть, я его не поняла, даже вот когда снимала видео, у меня есть видео на канале, когда я распаковываю, думаю, да, неплохо, ну что-то как-то какая-то странная, это Орхидея непонятная, но вот ему нужно было, я его вообще не трогала, вот я его купила, у меня стояло в шкафу, я вообще к нему не прикасалась, то есть он полный, я даже пыталась его продать несколько раз, но у меня не получается вообще продавать ничего в этой жизни, ни вещи, ни духи, ни песни свои, ни себя как музыканта, вообще никак, так я всё время как-то. Случился такой вот интересный момент, как раз-таки прошлым летом, это было, когда я вернулась из Сербии, мы сначала не могли найти квартиру долго, и мы жили в отеле, и вот так как всё-таки со мной из Сербии приехала вся моя орава духов, которую я себе брала, был вот летний вечер, это была станция метро Беговая, я помню, вот там мы жили, я что-то нанесла, думаю, о, вельветовые Орхидеи, ах, пофиг, чем пахнуть, вот так вот нанесла, что-то как-то машинально рука потянулась, и я сначала такая не поняла, думаю, это что такое, потом, значит, я получила комплимент, что получаю нечасто по поводу своих ароматов, да, мой спутник жизни сказал мне, слушаешь, чем так пахнет, это просто какое-то прям, это очень вкусно, прям вау, как круто, я думаю, это ты? Ничего себе! И, в общем, я шла до магазина, до ближайшего замороженка, и мне вот этот шлейф ветра, я думаю, это что за красота? И всё, всё, я влюбилась, всё, я поняла, про что этот аромат, когда мне его хочется носить, что это за красотища, вот не зря, вот не зря, моя голова почему-то сравнивает его немножко с Эн, Энджелом, моя голова почему-то немножко сравнивает его с Ангелом от Мюглер, за счёт вот этой вот какой-то шипровости, за счёт вот этого вот духа времени, за счёт духа эпохи, вот этого вот классного люкса, крутого, качественного, когда каждый аромат делался, вы знаете, на века, как вот всё в то время, на века, когда не было вот этой вот трендовости скоростной, которая просто вот через секунду уже модно что-то другое, это вот что-то великое, если вы уж и парфманьяк, и занимаетесь своим хобби, увлечены точнее своим хобби, обращайте внимание на старый люкс, потому что именно там чаще всего можно найти шедевры, да, не исключено, что в новых каких-то выпусках, в новых брендах, в новых ароматах тоже будет что-то великое, что тоже останется, стоит как музыка, мы все сейчас любим слушать ретро, то, что было в прошлом веке, но и сейчас создаются песни, которые какие-то из них, там буквально штучки две-три попадут в историю, как действительно крутые вещи, потому что гений был всегда, гений музыканта, гений художника, гений парфюмера, поэтому да, со второй попытки у нас случилась любовь, с Вильветовой Орхидеей, люблю её, думаю ещё и о том, чтобы у меня была чёрненькая, кстати, расскажите про свои истории обязательно в комментариях, вот с чем у вас сначала не получилось, а потом как получилось, вы поняли, а вот и моя дорогая Шанель, да, этого аромата нет в видео любовь с первого взгляда, потому что мы с ним подружились не с первого взгляда, а со второго, я долгое время вообще боялась подходить к бренду Шанель, потому что когда-то я подтестила Шанель номер пять, подумала, что, ну, все бы это проходили, девчонки, а когда вот тебе пятнадцать-шестнадцать лет, тебе хочется пахнуть ягодками, никакие вот эти вот шипры, что это такое, похоже на какое-то, что-то из фильмов ужасов, но потом, да, с первого раза мне было вообще непонятно, какой-то странный грязный мускус, я вообще помню, что я, да, тестила его в Ребоши, как раз таки они там стояли, вся эта линейка, я подходила, думаю, что какая-то вот ерундистика, а потом это случилось, по-моему, после ковида, когда вот мои вкусы вообще поменялись, и вообще все в моей голове поменялось, и мое ощущение из себя поменялось, да, то есть моя любовь к Шанель со второго раза случилась именно в тот момент, когда я изменилась внутренне, когда я поработала с психологом, была в терапии долгое время, когда я стала принимать себя как женщину, а не искала в себе следы своих родственников, своих генов, или не оценивала себя через призму других людей, которые искали во мне изъяны, или как-то их пытались, да, выделить, скрикатурничать. Вот со второй попытки я подошла к Шанель номер пять Лё и влюбилась. Я просто, я помню, как сейчас этот момент, вот вообще на самом деле похоже так же, как было, как с поэмой. Я подхожу в Ревгош, делаю вот так вот, и думаю, что это такое за красота? Я нанесла на себя, думаю, это что роскошь? Это что роскошь в флаконе? Как сейчас помню, то ли 3 500, то ли вот до 4 тысяч я отдала за 30 миллилитров. Думаю, почему Настя-то не взяла сотку? Ну, это жизнь, это наш опыт, мы его проходим, этот жизненный опыт и делаем выводы. Вот, но всё равно совершаем ошибки, такие же дальше. Да вот даже сейчас хочется что-нибудь, например, взять в коллекцию, мы подождём, пока это будет стоить миллионы. Люблю его, просто вот это какая-то идеальная формула. Флакона потрясающе, но не зря это Шанель, это идеально, идеально всё в этом флаконе, в этих духах, просто прелесть. Многие этот аромат вообще почему-то не любят, но все мы разные личности, мы имеем право на мнение, на вкусы. И я попрошу сразу хейтеров, которые, если вдруг среди вас есть хейтер, который досмотрел вот до этой уже минуты видео, и захотел оставить какой-то гневный комментарий про речь, там про мою внешность, про мои вкусы, идите в лес, я вас сразу занесу в бан, потому что больше я с вами переписываться не намерена, потому что ни вы не имеете права, прикрываясь анонимностью, оскорблять других людей. Ни я не имею никакого желания читать эти сообщения, потому что я дорожу своей аудиторией, я не хочу, чтобы моя аудитория, которая действительно любит то, что я делаю, портили себе настроение, читая ваши гневные комментарии. Все, договорились, едем дальше. Жиробам Гоза, вот да, вы не поверите, что когда-то, когда-то при первом знакомстве у нас вообще не случилось ничего. Никакого мэча, это скорее было вот так вот, типа, серьезно. Расскажу маленькую историю. Я увидела впервые этот аромат у Ксении Молотковой кума-куркума. Да, так странно получилось. Изначально этот парфюмерный канал назывался Куркума. Может быть, кто-то вспомнит, что он так назывался. Я не знала никого с таким псевдонимом, потому что я назвала так свой канал, потому что у меня был Инстаграм Человек-Куркума, где я делилась своими вегетарианскими и всякими веганскими рецептами, бургерами из кабачка и нута и так далее. И как бы мне этот псевдоним вообще подсказала моя ученица на тот момент, потому что, ну, как-то было прикольно Человек-Куркума. Вот, да, потому что, а, потому что я еще везде добавляла Куркуму как противовоспалительный, антиоксидантный такой момент. Кстати, до сих пор обожаю Куркуму и знаю рецепт очень крутого напитка, который всегда меня во всех моих каких-то болячках выручает. Так что, если вам вдруг нужен рецепт просто эликсира от простуды, от каких-то воспалений внутренних, это очень классный юридический напиток, напишите в комментариях, обязательно напишите этот рецепт в Интресоле, в Телеграм-канале Интресоль. Итак, Жиробам Гоза, да, я впервые увидела его в Телеграме у Ксении Молотковой, как раз-таки она написала нам, что он есть в космотеке, так совпало, что я как раз-таки через какое-то время приехала в Питер, и я никогда не была в Новой Голландии, и, в общем, я туда поехала в космотеку, гулять, нюхать, что же там стоит, я захожу, в космотека пустая, я думаю, так-так-так, девушка пытается там со мной как-то повзаимодействовать, я говорю, подождите, подождите, я хочу сама, моя любимая, но периодически, кстати, в последнее время я стала прям искренне общаться с консультантами, чтобы они мне что-то предложили, потому что очень часто в космотеках действительно очень классные консультанты, которые вот у меня не было ни разу, ни одного провала, чтобы мне что-то порекомендовали, и это было, мне не понравилось, очень часто, то есть я даю какой-то свой запрос, мне говорят, вот это, я такой, блин, как вы это сделали, и в общем я подошла потестить ГОЗа, я наношу сразу на запястье, потому что Ксения так его описала, просто какое-то невероятное чудо, наношу на запястье и понимаю, что просто тубероза какая-то с почульми, какая-то злая, прям злыдня, но вот тогда я вообще не понимала туберозу, то есть у меня полностью вот просто на 180 повернулось мое парфюмерное мышление, я помню, что я выхожу на улицу, нюхаю запястье, думаю, ну и что это такое вообще, вот нанесу своей духе, которая брала с собой, вообще, кошмар, не буду больше всех этих блогеров смотреть, а потом спустя какое-то время, наверное, больше, чем полгода, полгода, да, 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 спустя полгода как раз-таки, да, я поехала в Париж в своей глубочайшей депрессии, под антидепрессантами, и вот как-то вот в моей голове вот просто вот в голове был только этот флакон, я не знаю, почему так, я помню, что мы, значит, идем по Парижу, я иду в этот джавой целенаправленно купить Гоза, я не знаю, почему, вот мой мозг требовал, что нам это надо, чтобы мы подняли настроение, чтобы вот у нас был такой вот флакончик из Парижа, а это вот мои единственные духи из Парижа, казалось бы, в джавой можно было столько всего купить, ну ладно, я захожу туда, и как раз это был день, когда выпустили 100-миллилитровый флакон Гоза, я еще думала 30-ку или 100-ку, потому что цена была, она правда очень привлекательная, и значит, я вот на всякий случай думаю, ну хочется, конечно, мозг мне выдает как из подсознания вот этот вот флакон, но несу на запястье, ну зачем мне брать, если мне вот, ну не нравится он, и я наношу и думаю, Настя, что тебе могло не понравиться, это просто шикардос, это какой-то фруктовый, невероятный, туберозно-почуливый, просто нектар, это потрясающая вещь, все оценили вокруг, кто был, и французы, и не французы, как это пахнет, ну просто, это я сама тоже оценила, я думаю, боже мой, это то, что мне нужно, это антидепрессант для меня тогда был, похлеще вот того, что я принимала вовнутрь, и, конечно, мне тогда хотелось купить, ой, что-то я тут покрутила, а, ну, ой, 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 что, что случилось, что случилось, что случилось, ты чего, малыш, что-то мне кажется, я его нафунчозила в руках, и он потек, вы представляете, так, я надеюсь, я вот думала, а что, если это дело климата, что вот в питерском, вот влажном воздухе, даже пускай летнем, вот все равно было очень туберозно, а вот даже сейчас, возможно, это Париж и его фильтр, да, фильтр Парис, вот создал такое ощущение, такую атмосферу аромата, вот, ну, я сейчас вот не представляю вообще свою коллекцию без Гоза, потому что вот этот тот самый фруктовый аромат, который цепляет, это интересно, это не просто какая-то там персиковая, мультифруктовая водичка, какой-нибудь сачок безхарактерный, это характер, для меня этот аромат, это мое зеркало, правда, вот если вы хотите понять, что я за человек, потестите этот аромат, я очень озорной, веселый, с чувством юмора персонаж, но внутри я очень меланхоличный, очень депрессивный, местами жесткий и строгий человек, очень гиперконтрольный, да, у меня везде должен быть контроль, но в то же время я человек-хюмор, поэтому для меня Гоза, это аромат про чувство юмора, про какую-то и женственность, и сексуальность, и строгость внутреннюю, и даже жесткость в чем-то, и это так круто, это так невероятно талантливо, что люди, которые его создали, смогли вот это все, да, показать, воспроизвести вот эту мысль в аромате, ну круто же. Следующий аромат, который я не то чтобы с первого раза не поняла, он мне при первом из этих стих абсолютно не понравился, думаю, я к нему больше не подойду никогда, это Алексер де Мервей от Эрме, конечно, сейчас не его время, я его люблю зимой, ближе к новогодним праздникам, но это действительно потрясающая, такая тоже очень характерная вещь, не зря как-то Алексей Житковский назвал его настоящей нишей в люксовом сегменте, это правда красота, и это один из лучших ароматов бренда, я так считаю, он супер необычный, он бальзамичный, он хвойный, в то же время здесь есть и какой-то элемент, как вы знаете, апельсинового джема с цукатами, и там валяются эти иглы от елок и какой-то бальзам рижский, это какой-то такой винтаж, новогодний винтаж, это какой-то старый новогодний фильм, вот, елочная игрушка вот со старой елки, это прям очень классно, и вот со второго раза, когда я к нему подошла зимой, я думаю, ооо, нам это надо, и так интересно, что этот аромат правда очень любят мужчины, как аромат для себя, я несколько раз показывала разным своим друзьям мужского пола, которые говорили, что, блин, это прям очень классно, странно, что он стоит вот там вот, казалось бы, в женских духах, но это пахнет так круто, так необычно, и с мужской кожей это правда очень интересненько, как и другие фланкеры этого аромата, но они мне нравятся чуть меньше, потому что там есть уже какие-то вот фантазии фантазии не в ту сторону, уже какие-то вариации, которые уже третьего степени, третьей степени родства, назовем их так. Следующий аромат, как и следующий бренд, тоже вот вошел в мое сердце не сразу, бренд Dior Cay и аромат Volure я его тестила как-то как и весь бренд и что-то как-то вот я вот прошла сюда вот по поверхности по вот этим вот пульверизаторам, думаю, ну что-то вообще неинтересный бренд, а потом я у себя в телеграм-канале стала интересоваться моих антресольцев по поводу ароматов с нотой липы, напишите, может быть, что-нибудь интересненькое, потому что я знаю вот только липу от Schwarzklaus, от немецкого бренда, аромат 33А, кажется, так он называется, очень классный, прям вообще потрясающий, но хотелось что-то вот еще, и одна из моих антресольцев написала мне про пробу вот эту вот историю, бренд Dior Cay, и у них классные бюджетные тревелы, и я вот пошла в золотое яблоко, вот взяла этот аромат, вот так вот поднесла к носу, с ума сошла, на кожу донесла, часы знания не потеряла от удовольствия и пошла и купила, а потом взяла, остановилась, на обратном пути потестила весь бренд и вообще очень даже мне понравилось, и почему-то так странно, вот я не знаю, вот хоть не подходи, после того, как я вот влюбилась в этот бренд, через неделю я захожу в золотое яблоко и вижу, как цены выросли, напишите в комментариях, каким брендам мне подойти в золотом яблоке, чтобы у них поднялась цена, а каким мне подходить, чтобы у них упало, может быть, это как-то так работает, потому что, ну правда, ну классный бренд, но не хочется, чтобы у него цена поднималась, хочется, чтобы ну как-то было спокойненько захотеть золотое яблоко, понимая, что хоть что-то ты можешь себе вот так вот легко позволить, без каких-либо осложнений для семейного бюджета. Ну и заключительная история этого видео — Труссар Дидона. Да, я из тех, кто вообще не понимал этот аромат, особенно когда в Литуале возле этого корнера всё время толпились столбы, а на сейлах вообще там просто все выносили по три коробки этой Доны, хотя это в целом всегда был довольно-таки бюджетный аромат, но вот почему-то как-то вот я считала его довольно-таки обычным, каким-то бело-цветочным, вот ничего из себя не представляющим, а потом в какой-то момент, в общем, я его потестила, да, во второй раз, и поняла, что прям мне так нравится, он такой вот какой-то вот из разряда поэмы от Lancome, что он такой какой-то, ну, вовлекающий, он такой приятный, он немножко, конечно же, вот какие комплименты я получала на него, когда я была в нём, что, Настя, пахнет от тебя немножко учительницей начальных классов, говорю, мне нравится, очень приятно. Да, возможно, в нём есть какая-то такая отсылка к нашим учителям, скорее всего, кто-то из моих педагогов тоже им пользовался во времена моего детства школьного или даже студенческих годов, но я не знаю кто, и пусть это и будет тайной. И так получилось, что на Новый год одна моя потрясающая антресолица, по совместительству ещё и моя экс-ученица по вокалу, а Наталья подарила мне эту тридцатку, и я безумно рада, потому что, ну, я с искренним наслаждением ношу его периодически, раз в неделю, мне кажется, точно, я наношу его очень часто на ночь, мне безумно нравится в нём спать. Вот он как сладкие сны, вот белые сладкие сны. Не ванильку мне хочется на себя надеть на ночь, там, не лаванду никакую, а вот эти вот прекрасные белые цветы от Труссарди. Ну, какая красота просто. И вот смотрю я на свои вот эти вот все флакончики и думаю, как хорошо, что я вам дала второй шанс, потому что вы сделали мою жизнь лучше, и вы делаете мою жизнь лучше. Надеюсь, я вашу тоже немножко разбавляю и отвлекаю вас от каких-то трудностей, от каких-то ваших грустей, печалей, депрессивных эпизодов, от плохого настроения, от головной боли и так далее. Поэтому давайте держаться вместе и всегда быть на связи, потому что мы с вами друг другу помогаем. Давно я не заканчивала ролики песней, да, как в каком-нибудь вечернем урганте, а сегодняшнее настроение такое, ну, правда, такое на подъеме, вдохновленное, вдохновляющее у вас, я надеюсь. Давайте что-нибудь споем. Птица счастье улетает в теплые края, бросив без предупреждения. Если ты уверен, что вернуть ее нельзя, Обмани меня, обмани меня, обмани меня. А звезда скользит по небу, выжигая смерть, Прошепчу ей все желания, Если ты уверен, что чудес на свете нет, Обмани меня, обмани меня, обмани меня. Обмани меня, обмани меня, обмани меня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Может, если верить даже в глупые мечты, Вырастут из искры до огня. Мне не надо птиц и счастья, если рядом ты. Обними меня, обними меня, обними меня. Обними меня, обними меня, обними меня. Обними меня, обними меня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok